Доводилось ли вам слышать, что левые блогеры, пропагандисты, всегда говорят одно и то же? Проходят годы, а они постоянно говорят одно и то же, хотя все уже все давно поняли. Ничего не меняется, левые блогеры становятся скучными, смотреть их просто неинтересно. Когда вы слышите подобные высказывания, имейте в виду, перед вами сытый, довольный основами своего бытия мещанин в поисках чего-нибудь эдакого. Недовольство его заключается по сути в том, что его плохо развлекают. Он хотел бы, чтобы левые блогеры дали перед ним и в присядку, и ГПК, и Белым Лебедем, и Русское Яблочко, и Тверк. А они все какие-то нудные и не балуют разнообразием. По какой именно причине этот типаж выбрал именно левую нишу для развлечения, не важно. Важно лишь его отношение ко всей этой пропаганде и агитации, как к энтертейменту. А между тем, каким бы странным это ни показалось, задача пропагандиста в том и заключается, чтобы повторять одно и то же. Все давно уже все поняли? Правда? Давайте разберем на конкретном примере. Вот недавно было столетие образования Советского Союза. Как отметили этот день россияне? Посты, статьи, видосы, картинки, гифки, мемасы. О да, этого было с избытком. И все это было точно таким, как, например, вот этот пост на развлекательном сайте «Я плакал». Текст можно не читать. Содержание этого текста, как и всего остального материала, которым отметили столетия СССР в Рунете, в точности соответствует прикрепленной картинке. Настолько точно, что лучшее придумать нельзя. Негатива касаться не будем, там, как всегда, стопроцентная клиника. А все комплементарные по отношению к советскому периоду материалы, они про следы более развитой цивилизации. Про великого Сталина или великого Ленина. Про победу в Великой Отечественной. Про могучую индустриализацию и про достижения в космосе. Про покорителей атома, про низкий уровень преступности. Про простую, но дешевую еду. Про бесплатную медицину, образование и жилье. Про биполярный мир, в конце концов. И нигде ни единого слова о том, на каких принципах был построен Советский Союз. Нигде ни слова о том, с чего началось и ради чего все это было. Ни слова о том, что все началось с изъятия средств производства материальных благ из собственности частной и передачи их в собственность общественную. Ни слова о том, что без этого никаких достижений просто не было бы. А что на столетие Великой Октябрьской революции было что-то другое? Было то же самое. Много красных флагов, много оправданной ностальгии, много справедливой тоски по справедливости и ни слова по делу. В профильных пабликах, да. Там, где собираются люди, которые не первый год, что называется, в теме, конечно. Но в массовом сознании конкретика отсутствует как явление. Почему я выбрал именно «я плакал»? Да потому что это как раз массовый сайт. Там говорят массы, а не в коммунистических пабликах. Так что между днем сегодняшним и «всем все понятно» – бездонная пропасть. И действительно, то, что нужно в такой ситуации делать, это повторять, повторять и еще раз повторять. На разный лад и по разным поводам, но одно и то же. Средства производства материальных благ должны находиться в общественной собственности и служить не частной, а общественной выгоде. Потому что 99% населения не имеют обо всем этом ни малейшего понятия. Что такое коммунизм? Коммунизм – это что-то из политики, но вот точно это еще с ним. А что такое коммунизм? Такой вопрос, я не знаю, что такое коммунизм. Коммунизм, думали, что все будет, все дозволено, все бесплатно, наверное, я не знаю, почему такое мнение. Коммунизм – это когда работают за бесплатные до 8 часов вечера. Шаг влево, шаг вправо, карался, так сказать, расстрелом черный воронок. А что такое коммунизм? Не знаю, это вообще.